Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я понравился одному парню, попросил мой номер и я не отказал. Звонил, писал каждый день. Попросила, встречи увиделись. Видимо, он просто хотел вытащить постель. Делал намеки, я не реагировал, а потом грубо и жёстко ответил, он офигел. Далее напрашивался домой или позвал к нему в гост. Я отказал несколько раз, когда сказала снова, он будто бы обиделся. Я перестал писать и звонить. Я сделал первый шаг и написал сама. Пообщался и опять спросил, когда ты пригласишь к себе. Я написал, когда ты пригласишь в кино. Но что он ответил, я не хожу в кино. Я сказал, ок, и больше не писал. Он начал спрашивать, что ты хочешь, чтобы я был твоим пятным. Я сказал, что я хотел просто пообщаться. Он ответил, что мы не можем быть вместе. Я сказал, ок, и забил. Потом он написал через пару дней. Просто откомментировал мою историю. Потом ещё через пару дней написал и спросил, ты чего влюбилась. Я спросил у него в кого. Но что он ответил, это ты сама знаешь, кого влюбилась. Я так понимаю, в него. Потом я опять написал. И не звонила, и он тоже. Но, вот что меня смутило. Мне показалось, он как будто преследует меня. Он периодически появляется в тех местах, где хожу я. Смотрит все мои истории. Выкладывает истории тех мест, где я была недавно. Я спортсмен, и он тоже. Недавно он пришёл на мою тренировку и просто сидел и смотрел. Там ещё были люди, конечно. Я не знаю точно, на кого он смотрел. Я тренировал над другими спортсменами, но я прям чувствовал на себе прожигающий взгляд. В какой-то момент даже смутилось. Что означает такое поведение? Что это у меня опасаться и быть осторожным? Ну, быть осторожным имеет смысл всегда. Вне зависимости от того, какая происходит ситуация. Потому что там все люди разные. Вот. И это может быть история как и вполне безобидная, так и, в общем-то, история довольно неприятная. Вот. Если вам кажется, что человек вас преследует, то, пожалуй, имеет смысл ему об этом написать, имеет смысл ему об этом сказать. Вот. И в случае, если ничего не изменится, то обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы вас защитили. Вот. Это, на мой взгляд, ну, в общем-то, такое достаточно адекватное решение. Вот. Которое имеет смысл вам, ну, скажем так, реализовать в первую очередь. Да? Вот. Дальше. Что хочется сказать дальше? Дальше. И хочется сказать, наверное, следующее. Что вообще, по вашему описанию, получается как будто бы так, что человек, и вы в том числе, боитесь сближаться. Как будто бы. То есть, вот как будто бы вы прям боитесь сближаться, как будто бы вы вот прям, знаете, как в этом смысле дети. Знаете, есть такая игра «Догонялки», вот она, эта игра «Догонялки», достаточно хорошо описана в литературе, в том числе и психологической, потому что в игру «Догонялки» играют, в принципе, и взрослые. Вот. Вот, связана она с нарушениями у людей личных границ. То есть, когда у меня нарушены личные границы, когда я боюсь сближаться, например, вот, возникает такая вот история. История глубоко, так, ну, не прямо, не прямо болезненная, да, то есть нельзя сказать, что это, что это прям вот, что-то такое очень неприятное, да, или нельзя сказать, что это вот что-то такое очень болезненное. Нет, сказать такого нельзя, но то, что это очень усложняет отношения, это, конечно же, факт. И факт достаточно серьезный. Вот. Вы играете в «Догонялки», это первое. То есть, боитесь сближаться, и, соответственно, мужчина тоже боится сближаться. Вот, когда возникает страх сближения. Это такой довольно хороший, как мне кажется, вопрос. Вот. Потому что люди не всегда боятся сближаться, а очень часто, в общем-то, сближаясь, испытывают, я бы сказал, такие довольно серьезные. проблемы. Именно вот, ну, пытаясь сближаться. Так почему же, почему же у вас происходит такой страх сближения? На мой взгляд, это связано, в первую очередь, с тем, что вы взаимодействуете с мужчиной исключительно только в рамках, в рамках гемберного поведения. То есть, что это значит? Это значит, это означает, это означает, что вы воспринимаете друг друга как мужчины и женщины, соответственно, точка. Никакого личного общения. Никакого соприкосновения, интересов, хобби. Нет. Есть только гендерное взаимодействие. Но это указывает то, как вы с ним общаетесь, говоря ему когда-то пригласились в кино и так далее. Но это указывает то, как он с вами общается, скажем так, настаивая на том, чтобы вы его пригласили. Вот. Я думаю, что ваша догадка относительно того, что он хочет вас затащить в постель не лишена истины, не лишена рационального зерна. Вот. Я не думаю, что это прям уж очень плохо, потому что ничего не имею против этого. Но хочу сказать, что там, где есть гендерные отношения, там всегда всплывает тема секса. Причём она всплывает там, где, в общем-то, всплывать ей не следовало бы. Вот. Ну вот, например, ну, например, в рамках вот такого поведения, да. Когда люди вроде как ещё не знакомы, да. Когда люди вроде как ещё не, ну, не привыкли друг к другу, а уже возникает вопрос о сексе. Вот. Это, конечно, не всегда является, ну, на мой, по крайней мере, взгляд, не всегда это является обусловленным. Не всегда это является уместным. Вот. Совершенно. Не всегда. Вот. И ситуация, в общем и целом, она такая, такая. Вот. Поэтому я думаю, что, как бы, вам нужно расширять сферу своего взаимодействия, чтобы вас не воспринимали только как женщина. Вот. Потому что в лучшем случае гемберная модель поведения означает, что вас будут видеть сексуальный объект. Это в худшем случае. В худшем случае. вас будет воспринимать как потенциальную жену. И ещё неизвестно, что лучше. Тут есть много факторов и неизвестно, что лучше. Вот. Пока что это поведение именно что, очень гемберное. Это проявление очень гендерного и очень поверхностного взаимодействия. Нет. Я не знаю, может быть, ни вы, ни мужчина не хотите каких-то серьёзных отношений. Но, когда люди говорят, я просто хотел пообщаться или хотел пообщаться, это уже на самом деле вызывает вопрос. Потому что, общаться о чём? Да. То есть, ну, мы можем ни о чём поговорить с своими близкими людьми, тех, кого мы знаем. Вот. Но вряд ли мы будем говорить ни о чём с людьми, которых мы не знаем. Да, такое бывает. Но это, скорее, исключение из правил. И это, скорее, очень непредсказуемое событие. Вот. И надо понимать, что чем человек становится старше, тем меньше вероятности такой истории. Это, кстати, тоже абсолютно нормально. Ничего в этом такого нет. То есть, это абсолютно естественно, на мой взгляд. Вот. Такие дела. То есть, я бы сказал, что по какой-то причине вы выбрали человека, который интересует вами только как женщину. Вот. Ну, понятно, что здесь в меньшей степени модель поведения ориентирована на семью. Ну, в большей степени здесь модель поведения, в большей степени здесь модель поведения ориентирована на интимные отношения, но тем не менее. Вот. Можно ли перенаправить вектор поведения человека, как бы вот такого интимного вектора на какую-то другую? Это вопрос. Вот. То есть, мужчина может уже и не захотеть общаться с вами не в гендерном ключе. В таком случае, конечно, скорее всего придется расставаться, если вас такая модель не устраивает. Вот. И уже с новыми мужчинами, да, с другими мужчинами устраивать отношения иначе. Ну, бывают случаи, когда, да, получается человека перенаправить, такое бывает, хоть и редко. Вот. Тут уже все зависит от вас и от того, что за человек, как бы, находится перед вами. Такая вот история. Надо еще сказать, что с вашей точки зрения, с вашей позиции присутствует некая непоследовательность. То вы пишете, то вы не пишете, то вы делаете первый шаг, то вы не делаете первый шаг, то вы смолчите, потом вы грубо отвечаете. То есть есть ощущение такое, что как-то вот вам со своей позиции, да, и со своими интересами, и со своей моделью поведения не совсем комфортно. Как будто бы вы с ней не знакомы. Ну, то есть, понимаете, если человек говорит что-то мне неприятное, я сразу ему скажу, я не буду терпеть, а потом взорвусь и сразу нагрублю. Вот. И так же вот, особенно важен вот этот момент. Значит. Значит, он обращивался домой, я отказал, Каба снова отказал, он обиделся. Я сделала первый шаг и написала сама, зачем? Ну, то есть, чего вы ожидали? Вот этот момент, значит, я сделала первый шаг и написала сама, вот зачем? Не в смысле, зачем, что не надо. Не в этом смысле. Вы хотите делать первый шаг, делайте на здоровье. Вопрос другой. Для чего? Обычно люди это делают, чтобы, ну, когда они надеются, что что-то изменится. Вы не продемонстрировали мужчине свое желание меняться. То есть, ну, вы могли бы сделать первый шаг, если бы вы решили, ну, ладно, я его приглашу домой. Но такого не было. А в иных ситуациях для чего делать первый шаг? Для меня загадка. Я могу предполагать, но будет лучше, если вы сами постараетесь ответить на этот вопрос. На этом все. Я надеюсь, что это было вам полезно и интересно. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью.